Бывшее карантинное отделение превратили в лабораторию. Шуйская районная станция по борьбе с болезнями животных за счет собственных средств отремонтировала помещение и разместила в нем лабораторно-диагностический отдел. Обслуживаем по всем видам инфекционных заболеваний три района. Это Родниковский, Шуйский и Савинский. И по липтоспирозу в частности это зонтропонос, это Пучиш, это Верхний Лангих, это Пестяки, это Южа, Палях. То есть зона обслуживания очень большая. Лаборатория состоит из четырех отделов. В каждом врач с высшим образованием и специалисты с большим стажем работы. Оценить новые условия труда зампред Светлана Давлетова приехала лично и осталась довольна не только ремонтом, но и результатами работы. На сегодняшний день у нас Шуйский муниципальный район, он благополучный по лейкозу, а это та задача, которую перед нами ставил губернатор. И, конечно, благодаря и работе станции ветеринарной, и нашим сельхозпредприятиям, сегодня лейкоз в муниципальном районе побежден. Побежден лейкоз и в Родниковском районе. Сейчас заразу искореняют в Савинском. В родном Шуйском ветеринары знают буквально каждую корову. Пока не убедятся, что животное здорово, документов на реализацию молока и мяса фермерам не дают. Каждую коровку в районах мы перелопачиваем по два, если есть необходимость, по три-четыре раза. То есть берется кровь. Такие заболевания, как лейкоз, бруцеллез, липтоспироз, листериоз. В данном случае у нас девушки-доктора и занимаются этим. Чтобы не допустить вот таких зон тропонозов, как бруцеллез и лейкоз, которые очень опасные заболевания для человека. Пациенты ветстанции, конечно, не только крупный рогатый скот. На лечение приводят и кошек, и собак. Обращаются к специалистам и охотники. Их интересует здоровая ли добыча была при жизни.